В сердцах людей охладеет любовь Как любой христианин, то есть я беру Библию, беру Евангелие, открываю, начинаю там искать слово спецоперация, этого слова там нету, есть там слово война, как бы да, и как бы никто в Библии ни о каких спецоперациях никогда не слышал. Привели меня в кабинет, там сидят двое мужчин, вот, пример моего возраста, может чуть постарше, ну вы понимаете, зачем мы вас вызвали, понятия не имею, ну как, ну неужели даже не догадываетесь, никого не зарезал, не убил, даже не знаю, ну вот они тут, вот, вы же там на сайте разместили, И дальше уже как бы шла речь про сайт, ну, они меня пытались как бы вот вызвать там на разговор, я просто сразу сказал, что я мог это и по телефону сказать, что я воспользуюсь 51 статьей Конституции, отвечать на их вопросы не буду, все расскажу в суде, когда возникнет как бы, да, необходимость в этом. Это просто мои религиозные убеждения, которые я высказал, вот, в чем здесь, собственно говоря, моя вина, я ее не понимаю, и суд меня в этом не убедил. Я же не призывал людей там, каким-то акциям неповиновения, да, я не раздавал листовки, я не призывал выходить на площадь, я сказал людям, что сейчас тот момент, когда каждый из нас должен решить, что ему делать или сказать сам, вот, и это не означает, что он должен непременно сделать то, что я от него хочу. Ощущение было какое, что мир рухнул, да, основы какие-то даже не только я имею ввиду бытовые, как бы, да, в бытовом смысле основы, основы мировоззрения, основы, как бы, того, на чем человек стоит. То есть, когда ты живешь, ты все равно на что-то опираешься. И вот у меня было ощущение, что, как бы, вот из-под меня эту почву в одну секунду выдернули, я не знаю, как бы, что делать дальше, как жаль, дальше жить. Святый Божий, Святый и Крепкий, Святый и Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу!